Виктор, вы постоянно повторяете, что черных дыр нет. Давайте изменим название, потому что оно вам не нравится. Но это не изменит тот факт, что данный объект наблюдается учеными. Если хотите доказать, что таких объектов нет в природе, предоставьте данные, не ваши вычисления, а данные с какого-нибудь оборудования, фиксирующие их отсутствие. А так, из ролика в ролик, это та самая пропаганда. Вот что человек говорит? Это не изменит факт, что черные дыры наблюдаются учеными. Ребятки, ну вот вообще вы бедняжки, не наблюдаются черные дыры учеными. Вот нет ни одного наблюдения черной дыры. Ни одного документального свидетельства. Вас просто, ну, шутят с вами, обманывают. Вам рассказывают сказку, показывают фотошопы. Рассказывают, как таким-то ребятам померещилась черная дыра. Вот на основании тех объективных данных, которые поступают, нет возможности никакой логично обосновать наличие в этом потоке данных сведения о черной дыре. Вот просто людям хочется, вот хочется, хочется, да, там черная дыра. Вот да, Дед Мороз есть, мы точно знаем, что он есть. Вот он сейчас придет, скоро Новый год, Дед Мороз, Дед Мороз, а черная дыра, это так из одного уровня лепит. Нет черных дыр, нет данных. Вот вам померещилось, что есть какой-то факт о черных дырах. Фотографии нет черных дыр. Вы не знали, да? Может, вы этого не знали? Это не фотографии, это фотомонтаж и так далее. Просто нет. Вас обманули, вы доверчивый такой детеныш, которому кажется, что были какие-то черные дыры. Помогите объяснить, скажем, моей маме, что в центре нашей галактики. Ну, давайте простое, дайте простое логичное объяснение, которое можно применить там, где тебя окружают сторонники черных дыр. Земля обращается вокруг Солнца, это мы так воспринимаем планетарную систему, да, как устроено. Но вокруг чего на самом деле обращается Земля? Земля, она обращается вокруг центра массы. Центр массы, он не внутри яблока, он маленько смещен, да. То есть, если у нас будут два объекта вот таких, то яблока не будут обращаться вокруг этого яблока. Они будут вот так вот обращаться. Примерно так же обращается наша галактика. У нее нету в центре массы ничего, она вот именно так обращается. Центр массы, он не должен быть заполнен чем-то. Вот, пожалуйста, планетарное движение. Два объекта обращаются, рук вокруг друга. И миллион, и миллиард объектов, заключенных в одну систему, он точно так же будет обращаться и не нужно в центре галактики какое-то тело. Вот воображение может дорисовывать вот так, да, оно может быть вот так. В центре там было бы какое-то тело, и вот обращались бы вокруг этого тела другие тела. Но оно работает без этого тела, без проблем, не нужно там тело. Тело – это фантазия. Это либо кто-то безграмотный придумал такую концепцию, либо это специально для заморачивания, либо эти бедолажки. Релятивисты – это интеллектуальные бедолажки. Вот они сосредотачиваются, сосредотачиваются. У них не получается, они все равно стараются. За упорство им пять, за интеллектуальную составляющую – ноль. Виктор, вы получаете какую-либо помощь за свою деятельность от властей РФ? Вопрос никуда, ничего мы не получаем за свою деятельность. Это просто наша, я не знаю, что это такое, чем мы занимаемся, энтузиазм. Я просто счастлив, я занимаюсь любимым делом, да. Вот это же нельзя считать, работая, что я работаю, да? У тебя целыми днями занимаюсь переписки, созвоны, формирование какого-то контента и так далее, а съемка в роликах. Вроде я и не работаю, а так день пробегаешь, что ты не успеешь даже весь почтовый ящик разобрать. Вот это как, работаю я или нет? Работает кто за что платит? Ну, знаешь, не работаю. Далее. Метр – это единица измерения, выдуманная человеком, чтобы измерить пространство. Минута – это единица измерения, выдуманная человеком, чтобы измерять время. Единица измерения не может быть самим объектом, который мы измеряем. Если человеку удобнее в своей голове держать эти понятия, делать их слипшимися, едиными, говоря метр, подразумевать само пространство, говоря минута, подразумевать само время, это не значит, что на самом деле так. Просто никто не заморачивается с тем, чтобы отследить, откуда ноги растут. И что единица измерения любая – это сравнительная характеристика, выдуманная человеком, чтобы измерять любые объекты. Вот хорошо сказал, но неверно по сути. Вот взял и объединил необъединяемое. Еще раз повторяю, метр – это несравнительная характеристика. Вот вы взяли две, давайте так, взяли, мы две точки расположили в пространстве. Вот между этими двумя точками расположена несравнительная характеристика. Это реальный объект, протяженность. Мы ее ни с чем не сравниваем, мы ее обозначили. Вот это отличие реального объекта от вымышленного. Вот это реальный объект. Да, мы можем выбрать величину этой протяженности, можем ее уменьшить, можем сделать фут, сделать метр. Это выбор одной большой части, вот части одной большой длины такой величины в этом направлении. Но сама величина, протяженность – это реальный объект. Вот здесь реальное расстояние, да, вот мы реальными можем здесь перемещениями заняться. Это реальный объект, протяженность. Он не вещественный, не материальный. Это пространственная протяженность. Реальный объект. А время – это вот уже сравнительная характеристика, потому что уже отношения не имеют. У нас есть обращение Земли вокруг Солнца, да, это год. И мы можем с этим сравнивать, да, мы можем в течение дня там поставить реальный объект, спичечку, да, веточку и сравнивать по солнечным часам какую-то протяженность какую-то. Можем хронометр механический запустить, это сравнительные, сравнительные показатели. Если вы утверждаете, что идентичное невозможно, то вы даже не подозреваете, как вы сократили бесконечность. Смысл в том, что если идентичности нет, то по законам комбинаторики могут быть только комбинации частиц без повторения. Более того, вы ограничили количество частиц, и они имеют максимальный размер. Подождите, так человеку померещивалось, что у них какие-то там дебри-комбинаторики, на основании чего он что-то там, что-то там ему мерещится. А они имеют максимальный размер и бесконечность их вариации, обязаны повторяться, иначе не обязаны повторяться. Вы не понимаете просто, насколько многофакторная задача. Вот просто. Вот давайте. Вот у обращающегося тела существует бесконечное количество возможных положений при обращении. Вот смотрите, вот это вот путь тела, это бесконечное количество точек. Дальше. Закрутим тело. Получается еще бесконечность, да? В пределах изменения скорости обращения, это уже кратное количество бесконечности, увеличивается, диаметр меняем. Это тоже пакет бесконечностей, да? Бесконечная бесконечная бесконечность. Это один пакет бесконечности накладывается на другой пакет бесконечности. И да, это все развернуть. И это только вот для двух объектов мы считали, да? Теперь представьте, в каждом объекте, вот мы иголочкой проткнули, уже бесконечное количество вариантов. Все, вы не понимаете. Вот вы считаете, для одной бесконечности. А их тут пакетное наложение. И просто теперь сколько вот этих пакетных наложений в человеке по бесконечностям, что человек, ну здесь их, здесь в мандарине бесконечно множество, человек там невозможным. Даже если вы такого человека создадите, он секунду там просуществует, и он уже другим будет, как в другой системе. Не может быть человек одинаковым и в бане, и на Марсе. Разные физические условия. Вот, к примеру, идет отряд по ходным порядкам. Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне. Михаил Кириллов. Может быть, что черная дыра – это окно в новое пространство, и она же большой взрыв, а именно начало расширения новой вселенной. Может ли быть, что сапог на самом деле – это глаза в новый неведомый мир? Все это, конечно, может быть в больном воображении. Добрый день, еще не могу понять, почему частицы колеблются. Вот у нас есть частицы, они обладают полем, все поля. Этих частиц образовывает базовое гравитационное поле. Хорошо, почему они колеблются? Что заставило их колебаться? И откуда взялся диполь? Что заставило их колебаться? Ну вот давайте, у нас множество, базовое поле гравитационное. Возможно, теоретические варианты какие? Вот все варианты перечислим. Все в базовом гравитационном поле, все частицы завезли и замерзли. Один вариант, да? Второй вариант – все частицы в принципе замерзли. Но осталось маленькое-маленькое-маленькое такое общее колебание вправо. Второй вариант – влево. Вправо у нас бесконечное количество вариантов колебаться. Влево тоже бесконечное по скорости вариантов колебаться. И есть один вариант, что оно не колеблется. Какая вероятность того, что оно вообще не колеблется? Она стремится к нулю. Вот что все тела, все вселенные, раз вот как-то вот так в один прекрасный момент взяли и затормозились. Все частицы затормозились. Вот какова вероятность этого всего? Она стремится к нулю, она вообще нулевая. У нас все равно какое-то движение в системе и останется. Если это движение есть в системе, оно может быть только согласовано. Все колеблется согласовано. Вот согласовано колеблется. Согласовано колеблется, согласовано. Все, чтобы не тратить энергию. То есть, если хоть какое-то движение есть, мы его будем наблюдать. Как воспринимать скорость этого движения? Я рассказывал, что неважно, какая нам быстрая схема обращения или медленное обращение, мы эту скорость воспринимаем изнутри, но для нас она всегда будет адекватной, вот такая, какая она есть, потому что мы сами построены из этого материала. Если бы на нас смотрели откуда-то из них, хотя это технически невозможно, но допустим эту ситуацию, мы можем вот так вот все в нашей системе стоит, висит до атом такой, в планетарном плане там что-то вот ползет, ползет, или может из них наоборот, у нас все вот так вот летает быстро, мы не знаем, это не принципиально, изнутри мы этого никогда не постигнем. Откуда взялся диполь? Вот строение, откуда взялся диполь? Диполь, ну это вот такое условное понятие, вот допустим обращается у нас мандарин вокруг яблока. Это диполь, да? Вот он обращается, да? Давайте рассмотрим из чего, ну яблока может быть еще больше, да? Мандарин может быть меньше. Это будет, вот это вот уравновешенный диполь, да? Вот это вот неуравновешенный диполь. Здесь у нас меньше, чем здесь, да? Вот обращается, да? Здесь может вообще маленькая вишенка летать, косточка от вишенки, да? Пылинка, это все равно будет диполь. Вот. Просто очень неуравновешен. Что у нас происходит по мере усложнения материи? Вот вишенка, не вишенка, крошечка такая летает, да? Из чего это яблоко может состоять? Оно может состоять тоже из обращающихся объектов, да? Вокруг которых вращается. И все это вместе, это тоже будет являться диполем. Только вот есть какое-то строение, да, у этого яблока. Более сложно. У этой песчинки, если мы заглянем, там тоже оно может какое-то вот такое там внутри строение, тоже какое-то свое. Или вот такое какое-то строение внутри свое, да? И у них связь вот как раз из-за разницы. Вот когда мы берем строение какое-то, да, вот у нас, допустим, у нас здесь 100 единиц. То есть мы не будем обозначать сейчас с чего, какое воздействие, какой заряд, мы не будем. Вот здесь, допустим, 100 единиц, здесь 50. У нас получается свободных, да, 50 единиц. Вот этими свободными 50 единицами мы цепляемся, можем зацепиться за другой объект. Если у нас в конечном, ну, свободных единиц, если у нас в конечном по мере усложнение объектов, здесь, допустим, объект состоит из 100 составных частей, этот состоит там из 80 составных частей, у нас единиц, да, или единиц, неважно в какой мы системе рассматриваем, у нас связь уменьшается свободная для взаимодействия. Взаимодействия с внешним миром, с внешними силами. Откуда взялся Диполь? Это просто геометрические возможности. Вот нет других геометрических возможностей. У нас тело же не по каким-то рельсам обращается вокруг другого тела, да, частицы не по каким-то рельсам. Это силовое взаимодействие. Вот мы ничего не знаем, ну, стартовые позиции, мы ничего не знаем об этом мире. Вот мы знаем, что могут быть силовые взаимодействия, либо отсутствовать. Если отсутствует, значит, мира нет вообще. Мы никак, никакие проявления этого мира мы не узнаем. Да и без сил ничего не может существовать. А если силы есть, значит, есть взаимодействие, да, значит, если есть какая-то материя вещественная, значит, там что-то построено на силах. Как оно может быть построено на силах? Да, мы определяли две версии притяжения или приталкивание. Не все притяжения, значит, все обвалилось друг в друга, прямое притяжение, не образовались силы инерции, просто мы все, хлоп, схлопнулось ноль. Значит, приталкивание. Приталкивание тоже на каких-то силах. Результирующие там приталкивание на этом, на первичном уровне, да, либо мы в упрощенной форме рассматриваем просто как взаимодействие зарядов, так нам понятнее, потому что всех так обучили. Это силовое взаимодействие, это планетарная система. А планетарная система – это уже, по сути, свой диполь. Неважно, большая планетарная система или маленькая-маленькие диполи, это не принципиально, это диполь. Откуда он взялся? По объективным причинам, из-за геометрии материи в данном пространстве он взялся. Потому что иной вариант невозможен, чисто технический. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Это первый закон в логике. Но. Но. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Иркатюшек, телеканал Научния трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...